Тем временем сотрудники Тюмень-Водоканала приступили к чистке канализационных стоков. Необходимо промыть 132 километра сетей и привести в порядок 7 тысяч колодцев. Работы добавляют и сами жители, уверяют специалисты-тюменцы, сбрасывают в систему всевозможный мусор. Чем это может грозить, узнавала Евгения Зубцова. И это еще самый безобидный мусор в канализации. Иногда приходится доставать стройматериалы. А вот жир от моющих средств тоже засоряет сети. Отходы, как холестериновые бляшки в сосудах, забивает систему и она порой дает сбой. Нету культуры воспитания в жители, я считаю, что все, что пролезло в унитаз, все идет в канализацию к Новгородскому. Из-за этого у нас часто подпоры, засоры, опять же топят подвалы. Летом коммунальщики должны промыть 132 километра канализации и прочистить 7 тысяч колодцев. Для этого недавно купили специальную технику. Она под напором воды сбивает грязь в трубах. После генуборки на сетях контроль. На мониторе видно, как сделана работа и где слабые места. Это все заносится в базу непосредственно. После данной проверки, вот, собирания этого всего материала, мы делаем отчеты. Мы просматриваем видео, ну и делаем заключение, делаем выводы. 180 тысяч кубометров канализационных стоков в сутки здесь проходят очистку. Получается в среднем чуть более 2 кубометров в секунду. Это огромные нагрузки. Само собой, что оборудование изнашивается и требует постоянной реконструкции. Тем более очистные сооружения канализации построили более 40 лет назад. Оборудование пора обновлять. В цехах скоро поставят импортное. Сейчас занимаются ремонтом системы аэрации. Она насыщает кислородом стоки, чтобы бактериям, которые их чистят, было комфортно. Проводя какие-то мероприятия, направленные на улучшение работы этих сооружений и так далее, они в итоге скажутся на улучшение качества очистки источных вод. Тем самым будет меньшая нагрузка на окружающую среду. Приведут в порядок все отстойники канализационных стоков. В этом году на очистных сооружениях глобальные ремонты. Продлятся они до октября. Но мелкие работы будут идти и зимой. Ведь в большом хозяйстве всегда есть, что починить. Евгения Зубцова, Александр Изосимов. Тюменское время.